Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». В гостях у нас сегодня директор Одесской художественной школы имени Кастанди Валерий Токарев. Валерий Филиппович, здравствуйте! Добрый день! Вот буквально в четверг открывается выставка, посвященная Году Кастанди в Одессе. Это инициатива греческого фонда. И это выставка педагогов вашей школы. Естественно, вас многое связывает. Первый вопрос о выставке. Что это будет? Что представят педагоги? Выставка называется «Неизвестный Кастанди»? Да. Значит, педагоги представят в разнообразной технике свои работы. Это будут и живописные, и графические работы, и работы в технике габелена, и в технике росписи тканей. Они разные. Собственно, все техники, которые вы передаете вашим детям. Да, да, да. Разные совершенно направления. Но этот проект, вот Год Кастанди, я так понимаю, он для вас вообще знаковый. Ну, во-первых, вы носите имя. Мы единственные в мире. У нас две школы. И наша государственная одесская городская школа Кастанди носит имя. И частная школа, которая на базе нашей художественной школы организована, ей уже 18 лет, она тоже носит имя Кастанди. Ничего в мире, никого нет. Ни одной организации, ни одного проекта, который бы носил имя Кастанди. Почему так? Почему так незаслуженно? Вот, ну, вот сейчас греческий фонд, они планируют множество мероприятий для того, чтобы помнили. Ну, конечно, конечно. Ведь это, на самом деле, очень значимая личность для художественного сообщества, для становления Одессы. Это великий человек. Во-первых, он основатель Южно-Русской школы живописи. Он соучредитель, можно сказать, основатель нашей картинной галереи на Софии. И он был самый известный преподаватель. Он преподавал сначала в рисовальной школе, потом в художественном училище. Он был педагог-новатор. В Европе не было таких новаторов. Он смог 35 лет преподавать в художественном училище. То есть не только творил, не только создавал, собственно, свой стиль школы, но еще и создавал учеников. Ну, конечно, и последователь, я так понимаю. Да, последователь, совершенно верно. Вот этой Южно-Русской школы живописи, которой до сих пор мы стараемся вот как-то продолжить эти традиции вот этой Южно-Русской школы живописи. Соответственно, да, начиная с вашей школы, да, то есть ваши дети – это их продолжение. Интересно отметить, что в свое время, когда я пытался присвоить имя Кастанди, категорически отвергали эту идею. Почему? Считали, что так как он грек, это еще при советской власти был, так как он грек, ну, не стоит присвоить имя Кастанди. Я говорю, ну, поймите, что никто столько не сделал для Одессы и для развития творческой среды, изобразительного искусства в Одессе, как Кастанди. Поэтому я все-таки настаиваю. И год, год я воевал, буквально, это длилась война. Я должен был доказывать, должен был как-то, в общем, обосновать, почему именно Кастанди. Ну, а вот потому, что я сказал до того, он был и основатель Южно-Русской школы живописи, 35 лет преподавал, и был великолепнейший художник. Репин высоко его ценил. Репин считал его совершенно уникальным цветовиком. Вот так как Кастанди, Киреак Кастанди чувствовал цвет, вот Репин считал, что в этом отношении ему равных не было. Это, опять же, очень интересно для молодого подрастающего поколения художников, которые только делают первые шаги. И, собственно, они будут, наверное, в рамках этой выставки, они будут иметь возможность изучить и работы последователей, и работы самого Кастанди. Да, конечно, да. Это очень интересно. Валерий Филиппович, ну, вот этот проект, я так понимаю, год Кастанди, он не ограничится только вот одним участием вашей школы в этой выставке. Есть еще множество планов. Ну, мы хотим приурочить большую выставку работ наших учеников, которые очень достойно, достойно приняли эстафету этого великого художника. Я, конечно, должен заметить, что за последние 22 года, я этим горжусь, вот при мне школа начала побеждать на международных всемирных конкурсах. Значит, традиции живы. Да. И вот у нас уже к этому времени 51 гран-при всемирных международных конкурсов. За 22 года. И свыше 400 золотых, серебряных и бронзовых наград. С нами никто не конкурирует в мире. Это действительно, это огромные успехи. Несмотря на то, что у нас масса завистников, и нас хотят немножечко... Ну, не без того. Талантам всегда завидуют. Поэтому мы развиваемся и все время понарастающе. И вот за последний год мы завоевали два гран-при, 18 золотых наград и свыше 37 серебряных и бронзовых. Это только один год. Это очень много. Это невероятно много. Вы знаете, получить золотую награду – это событие для школы, для города там вообще. А у нас это как будто вошло в традицию. Ну что ж, это здорово, что ваши ребята настолько плодотворны, действительно. И выпускники ваши, я тоже знаю, что они с удовольствием приобщаются к вашим проектам, то есть тоже и к выставкам и так далее. И всегда рады к вам приходить. Да. Ну, мы, конечно, гордимся тем, что мы имеем, тем, что мы, несмотря на какие-то сложные сейчас условия в Украине, и несмотря, вопреки всему, что происходит, мы понарастающе побеждаем на международных конкурсах. Наоборот, вот чем так получается. Значит, профессионализм растет и педагогического состава, и, собственно, ваших подопечных, ваших учеников. Валерий Филиппович, я знаю, что будет еще одна выставка, вот это в рамках Кодека Стандии. Но ведь это же не единственный проект. Вообще вы всегда, вы как творческие люди, вы постоянно фонтанируете новыми идеями. И проектов множество. Да, ну, вот, например, мы каждый год делаем, вот последний уже, насколько я помню, 12 раз проводили совершенно грандиозную сроченскую ярмарку. Это уже традиционное событие для Одессы, да. Вот, и, конечно, готовятся и педагоги, и ученики к этому празднику. Вот, он состоится в ноябре месяце, с датой мы еще не определились, но в ноябре, очевидно, в середине ноября где-то будет эта грандиозная ярмарка. На этой ярмарке обычно классы, они символические, у каждого класса есть ВОЗ свой, да, вот у нас традиция этноса украинская. Вот на ВОЗу они, ну, что они выкладывают, как бы, на этой ярмарке? Значит, ну, во-первых, свои какие-то там поделки, свои работы, и то, что они сотворили, как кулинары, как кондитеры. Даже так? Да. Потому что это тоже искусство. Конечно, тоже искусство. И они соревнуются, они соревнуются, мы уже как бы приучаем их к тому, чтобы они умели рекламировать вот то, что они производят. Это очень важно для творческих людей, которые обычно углубляются в творчество, еще уметь найти своего зрителя, своего слушателя. Совершенно верно, да. И они потом, значит, после рекламы идет распродажа того, что они так сотворили, и какой-то класс там выпечку делают, какой-то класс рыбу готовят, какой-то там борщи и там какие-то супы. Да, 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 я знаю, и это привлекает не только там детей, их родителей, но и вообще одесситов, потому что это действительно яркое и вкусное, я бы сказала, событие. И относительно дешево. Вот, но и происходит такое соревнование творческое, кто наибольший выторг даст. Ну да, потому что ярмарка это все-таки столько денег. Конечно, конечно, конечно. Вот, и у нас есть рекордсмены, которые там за два с половиной часа или за три часа работы в ярмарке, они там по две с половиной тысячи гривен зарабатывали вот на выторге. Эти деньги в большинстве своем идут в детский онкологический центр. Мы вообще помогаем, помогаем деткам больным, потом мы помогаем многодетным матерям, каждый год несколько таких акций проводим. Потом мы бойцам АТО, которые несчастные, лежат в 411-м госпитале военном, мы тоже готовим какую-то вкусную еду, покупаем одежду, ну, все, так сказать. Ну, традиции благотворительности тоже у вас заложены, и тоже, я так понимаю, они имеют свое постоянное продолжение и развитие, и это тоже очень здорово. Валерий Филиппович, еще одно мероприятие ближе к Новому году. Ну, будет у нас еще традиционно, это конкурс костюмов, это то, что дети создают сами из каких-то подручных средств, это не обязательно ткани, это могут быть какие-то кульки, это могут быть какая-то цветная бумага, это могут быть какие-то шары. Главное воплощение творческих людей. Главное, вот да, и это очень захватывающая такая акция, и дети с удовольствием участвуют. Вот, дело в том, что мы единственная в мире школа, где преподается моделирование одежды, вот, и это всегда удивляет иностранцев, которые приезжают к нам. Вот, недавно у нас французы были, до них немцы, и все с восторгом, во-первых, смотрят на наши интерьеры, на наши росписи. Если у нас даже потолок на втором этаже, там, 100 квадратных метров, он расписной. Ну, вот это, казалось бы, естественная художественная школа, и, конечно же, изобразительное искусство и все, что с ним связано, но, тем не менее, есть еще и искусство слова. Конечно, конечно, да. То есть, у вас действительно развитие, развитие ваших детей идет, ну, во всестороннее. Всестороннее, да. И, кстати, вот я за последние годы издал, там, три книги. Книга, посвященная 60-летию образования художественной школы, и книга, посвященная 65-летию. Это дорогущие, красивые книги с хорошей печатью. Есть на что посмотреть, да. Есть на что посмотреть, здесь все, так сказать, масса художников-педагогов, она отображена в этих книгах, их 32 у меня попали в эту книгу. И тут их лучшая работа педагогов, и лучшая работа их учеников. Биография педагогов, все в цвете. Ну, это летопись, это летопись. Это летопись, да, это летопись. Поэтому мы, мы как-то в этом плане тоже стараемся, ну, рекламировать то, что мы делаем. Вот, это важно. А есть еще вот отдельная, отдельная... А есть, а есть у нас еще мои друзья, вот поэты, писатели, они вообще в восторге. Они говорят, у тебя что, литературная школа? Потому что, вот, например, «Дневник моих фантазий», это книжка, которую я издал, она посвящена авторам, нашим ученикам, которые здесь сочинили сказки, баллады, рассказы, стихотворения. И оно очень трогательно, потому что, вы знаете, иногда даже не можешь вычислить в ребенке, неужели он такой философ, неужели он может такое в юном возрасте вдруг написать о красках какие-то или о животных, какие-то такие новеллы удивительные. Может, может. Потому что мы как бы развиваем их эстетически в разных направлениях. И действительно, эстетическое воспитание дает возможность, вот даже в таком юном возрасте, детям, ну, с большей глубиной, наверное, относиться и к живописи, и к литературному слову. Совершенно. И действительно, растут талантливые дети. Потом мы же в категории любви, добра и юмора их воспитываем. Потом и любви к животным. У нас в школе 17 лет живет кот. Да, он ваш, ваш талисман. И талисман, и он и как модель, действительно, для каких-то графических работ или каких-то там живописных работ. Тайсон, дай Бог ему здоровья. Здоровья, да, и долгих лет жизни. Долгих лет жизни. Ну и в целом, я так понимаю, что вы проповедуете те самые вечные ценности, которые, наверное, никогда не поменяются там. Что бы ни случилось в нашей жизни, это самая главная стабильность у тех самых вечных ценностей. Да, и мы воспитываем настоящих одесситов, патриотов нашего города. Это важно. У нас со дня основания вот этой частной школы там преподается такой предмет, как мы одесситы. Это все об основателях Одессы, об их мэрах, о художниках, о музыкандах великих, которые родились в Одессе. О писателях, поэтах. Да, и об архитектуре уникальной нашего города, потому что родители это не знают. Так дети должны их учить, должны им подсказывать, вот что это за чудо наш город, какие у нас ансамбли, какие у нас уникальные здания есть. Пусть они немножко сейчас в плачевном состоянии, но я верю, что... Ну и за этими детьми, которые знают об истории своего города, естественно, и будущее нашего города. Конечно, конечно, конечно. Я благодарю вас за эту беседу. Валерий Филиппович, удачи вам. Я понимаю, что множество сейчас вот идей и проектов, вот в частности в рамках года Кастанде. Вот поэтому успехов вам, успехов ваших учеников. Продолжайте приносить медали в наш город и награды. Спасибо огромное, да, потому что, ну, это высшее признание школы, а ведь кто за рубежом этот город и эту страну уникальную рекламирует? Только культура, детская культура, ну и спортсмены там. Храните и развивайте эти традиции. Спасибо. Благодарю и напомню, что в гостях у нас был директор Одесской художественной школы имени Кастанди Валерий Токарев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА